Уникальная коллекция Тверской картинной галереи пополнилась двумя новыми экспонатами. Частный коллекционер, меценат Владимир Некрасов, передал в дар Верхневолжью картины народного художника СССР, уроженца Тверской земли Валентина Сидорова. Это была воля известного мастера, чтобы его работы навсегда остались на малой родине. С торжественной церемонии репортаж нашего корреспондента. Сельские пейзажи не случайно занимают ключевое место в творчестве народного художника СССР Валентина Михайловича Сидорова. Родился живописец и провел детство в деревне в Конаковском районе. Природа, сельчане, труд на земле были ему близки и понятны. Та картина на теплой земле также посвящена весенним работам. Изображены на ней сестра и бабушка автора. Эта работа и еще одна теплый вечер в апреле были торжественно переданы коллекционерам, меценатам и близким другом художника Владимиром Некрасовым Тверской областной картинной галереи. Его была мечта номер один – это передать вот эти две работы в музей. Есть еще третья картина посвящена Твери, и обязательно ее попозже передам в Тверскую музею. Она сейчас на выставке, но она возвратится. Она в одной раме, которую он лично делал. Он сам так хотел. Это была его мечта. И вот знаете, у каждого человека, когда ты ему даешь слово, ты должен выполнить это слово. Примечательно, что все работы написаны на Тверской земле. Кстати, зал галереи уже украшает картину Валентина Сидорова «Березовый ветер». Всего же в коллекции Владимира Некрасова было более 100 работ мастера. Часть из них он передал более чем в 30 музеев. Особое место творчества Валентина Сидорова, в том числе и его известные работы на теплой земле, в истории отечественного искусства отмечает и директор Тверской картины галереи. Она одна из фундаментальных вещей, рассказывающих о настроениях общества, о потребностях. И вот так художественно, лаконично выражена эта потребность общества в тепле, в земле, в мире. Она очень важная вообще для истории отечественного искусства. Пик популярности творчества художника приходится на 60-70-е годы. Кроме того, Валентин Михайлович был педагогом, вырастившим не одно поколение художников. Поэтому в память о выдающемся земляке в Твери создается по инициативе губернатора Игоря Руденя музей имени Сидорова. Музей именно так будет называться на теплой земле. И, собственно, доминантой этого музея, этой экспозиции будет полотно на теплой земле. И музей откроется на бульваре Радищева. Мы очень надеемся, что это место станет таким, знаете, не просто музейным местом, но местом притяжения наших детей. Они будут там развиваться, они будут там рисовать, учиться. Открытие запланировано на этот год. Напомним, что народный художник СССР Владимир Сидоров родился в деревне Сорокопене в 1928 году. Жил и работал в Москве, но часто бывал в родном селе. Художника не стало в январе 2021 года. Он скончался от коронавирусной инфекции на 92-м году жизни.